А если банк подаст в суд до банкротства? Может ли банк подать на банкротство физлица? Если банк или иной кредитор подали иск в суд, то есть законные способы затянуть вступление решения в законную силу. Как раз с этой даты ни один ваш кредитор не вправе что-то с вас требовать и взыскивать. А если банк подаст в суд до банкротства? Может ли банк подать на банкротство физлица? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, арбитражный управляющий. Мой опыт более 250 процедур в производстве. Абсолютно по всем процедурам, которые я вела, граждане освобождены от долгов. Я решила записать для вас это видео, потому что на консультациях довольно часто клиента задают вопрос, а если банк подаст в суд первым до моего банкротства, что будет? А может ли банк подать первым на мое банкротство? На эти вопросы я и отвечу в этом видео, досмотрите его до конца. А также поставьте лайк, если подобные вопросы вы задавали или они возникали у вас. Итак, предположим, вы приняли решение подавать на банкротстве и освобождаться от долгов через процедуру банкротства. Вы прекращаете расчеты со всеми кредиторами и вы должны знать о том, что суд не сразу ведет в отношении вас процедуру. Суд вводит процедуру, исходя из моей практики, плюс-минус через два месяца с момента подачи документов в суд. А плюс еще до подачи документов в суд нужно время на сбор документов, на подготовку заявления о банкротстве и иных документов, чтобы возбудить в отношении вас процедуру банкротства. И тут может возникнуть логичный вопрос, а что будет, если банк или иной кредитор подаст первым на вас в суд? Кредиты или иные обязательства вы же уже не платите? Да, банк или иной кредитор могут подать на вас в суд с целью взыскания долга до введения в отношении вас процедура. Если у вас вот-вот пошли просрочки и вы быстро инициируете процедуру банкротства, то, как правило, банк или иной кредитор не подают в столь короткий срок документы в суд на взыскание с вас долга. Однако, если просрочки у вас идут продолжительный период времени или затягивается процесс подачи документов на ваше банкротство, тогда, да, есть риск, что банк подаст на вас в суд, в суд общей юрисдикции для взыскания долга. На самом деле в этом нет ничего страшного и какие будут мои рекомендации. Я рекомендую, чтобы вы регулярно проверяли почту и получали всю корреспонденцию и если в отношении вас банк или иной кредитор подали в суд заявление о вынесении судебного приказа, то судебный приказ можно отменить в течение 10 дней с момента получения. Если банк или иной кредитор подали иск в суд, то есть законные способы затянуть вступление решения в законную силу посредством отзыва от вашего имени на требование банка и далее это идет апелляция. Пока суд апелляционной инстанции не рассмотрит апелляционную жалобу, решение суда в законную силу не вступает. А как только в отношении вас будет введена уже процедура банкротства в арбитражном суде, то все производства по иным делам, по взысканию с вас долга будут прекращены в других судах, а также пристав не вправе будет возбудить в отношении вас исполнительное производство, а если даже исполнительное производство и возбуждено, то пристав его окончит и все исполнительные листы передает финансовому управляющему. Важно, банк или иной кредитор не вправе подавать на вас в суд, звонить, требовать возврата долга, а также возбуждать в отношении вас исполнительное производство с момента введения одной из процедур, будь то реструктуризация долгов или реализация имущества. Когда будет введена первая процедура, я говорю об этом часто, однако у многих клиентов возникает вопрос. Предположим, мы сегодня по вам подаем документы в суд, суд их принимает к производству в течение пяти дней и назначает дату первого суда. Первый суд, суд как раз по обоснованности вашего заявления, назначается в интервале от пятнадцати дней до трех месяцев. Предположим, это 15 января. И вот 15 января в дату первого суда суд признает ваше заявление обоснованным и как раз вводит одну из процедур. И как раз с этой даты ни один ваш кредитор не вправе что-то с вас требовать и взыскивать. Прежде чем отвечу на вопрос, может ли банк первым в отношении вас возбудить процедуру банкротства? Хочу вас проинформировать, чем я могу быть полезна для каждого из вас, кто смотрит это видео. Это бесплатная консультация по банкротству физлиц по всей России, а также введение дел по банкротству физлиц по всей России. Далее обучение юристов и курс по самостоятельному банкротству для граждан, у которых нет денег на юристов. И так, может ли банк или иной кредитор в отношении вас первым возбудить процедуру банкротства? По закону, да, банк или иной кредитор вправе в отношении должника подать заявление о несостоятельности банкротства и возбудить процедуру. Совокупный размер задолженности должен быть более 500 тысяч рублей, просрочка более трех месяцев. Для многих обязательств долг должен быть просужен. К примеру, поставка товара, оказание услуг или иные какие-то требования, но не по кредитным обязательствам. По кредитному договору банк не обязан просуживать долг, у банка есть право возбудить в отношении должника процедуру и без решения суда. А как происходит на практике? Прежде чем отвечу на этот вопрос, попрошу каждого, кто смотрит это видео, если видео интересное и полезное, подписаться на мой канал, поставить лайк. Меня это мотивирует для вас больше записывать полезного контента. Итак, на практике по кредитным картам, по потребительским кредитам, по договорам займов, если эти требования не обеспечены залогом, кредиторы, как правило, не возбуждают перми в отношении должника процедуры банкротства. Почему? Потому что это для кредитора несет определенные расходы. Нужно внести в депозит арбитражного суда 25 тысяч рублей, это вознаграждение финансового управляющего. Плюс нужно будет оплатить все расходы финансовому управляющему, если у должника не будет выявлено имущество и не будет сформирована конкурсная масса. Плюс государственные пошлины за подачу заявления. Исходя из этого, банки, как правило, не прибегают к способам взыскания долга через банкротство своего должника. Однако, что касается залоговых обязательств по залоговым кредитам, особенно если актив дорогостоящий, на практике часто встречается, что залоговый кредитор возбуждает в отношении своего должника процедуру банкротства. Какие плюсы для кредитора? Ну, во-первых, это свой финансовый управляющий. Да, я хочу открыть вам глаза, что банкротные реалии устроены таким образом. Плюс все расходы на проведение процедуры банкротства будут компенсированы за счет продажи залогового имущества. Плюс положение о продаже залогового имущества разрабатывает сам залоговый кредитор, он устанавливает начальную стоимость, интервалы снижения цены и так далее. Резюмирую. Довольно часто залоговый кредитор по требованиям, которые обеспечены дорогостоящим активом, инициирует в отношении должника первыми процедурами банкротства. Здесь моя рекомендация для должника, если в действительности вы понимаете, что вы не можете платить по залоговому обязательству рассмотреть в отношении себя процедуру банкротства и возбудить в отношении себя процедуру банкротства первыми. На этом по теме видео все. Если вам было полезно, поставьте лайк, напишите положительный комментарий, подпишитесь на канал, поддержите меня введение моего канала, и плюс меня это мотивирует еженедельно, регулярно для вас записывать самую свежую и актуальную информацию по теме банкротства физлица.